Дум В первых игр в которые я играл на ПК К слову, у меня она была на русском языке И нет, я говорю не про текстовую русификацию Там была именно озвучка Многие из вас сейчас скорее всего задались вопросом Какая нафиг озвучка, ведь там все только и делают, что хрюкают и рычат И вы будете правы, но мы же в России живем Так вот, об игре в принципе рассказывали все, что возможно В этом ролике я просто хотел бы показать вам устройства, на которые Дум смогли портировать Конечно игра не так уж и требовательная, но все равно Это одни из самых, так скажем, интересных портов, которые мне довелось увидеть Итак, погнали! Наш прекрасный Думничек, парочка энтузиастов Запихнула на банкомат Это один из самых слабых портов Потому что в принципе железо у него не самое плохое Да и клавиатура дает возможность нормально в него поиграться Но и все равно это забавная такая вещица Потому что, ну вот представьте, что вместо того, чтобы вводить пин-код Нужно Дум пройти, и только тогда ты свои деньги получишь Опять же, вроде ничего особенного Многие магнитолы в тачках уже давным-давно предзошли ПК 90-х годов Этот порт на Porsche 911 меня больше удивил тем, что чтобы управлять персонажем в игре Нужно реально ехать на машине Крутить руль и сжать на гудок, чтобы стрелять Поиграть нормально в такую версию, конечно, не получится Иначе в реальной жизни уже сами устроите мясо без всякого Дума Если вы не следите за продукцией Apple То вкратце поясню, что вы сейчас увидите Понимаете, яблочные ребята решили отказаться от кнопочек F1, F2 и так далее Также пропала кнопка Escape Вместо этого они добавили тач-панель, которую можно настроить так, как тебе угодно И что вы думаете? Все, конечно, безумно растянуто, но меня радует, что это в принципе возможно На самом деле, это было бы неплохой такой заменой нижней панели из игры Ну, знаете, где наш бравый морпех поглядывает из стороны в сторону Видно, сколько у нас жизни и так далее Вот запихнуть ее вот сюда, а игру на весь экран совсем даже неплохо было бы Есть такие клавиатурки Optimus Maximus Что это за штука такая, спросите вы? Да, все просто Это клавиатуры, на которых вместо обычных кнопочек такие кранчики А нафига? Ну, например, если вам тяжело запомнить раскладку в каком-нибудь World of Warcraft или другое ММО То клавиатура с радостью будет выводить ваши скиллы прямо перед вами Удобно, не правда ли? Ну и, конечно, да Doom запихнули и на нее Опять же, играбель... Опять же, играбельность вызывает сомнения, но интересненькая Ну, это Doom на принтере Не просто музыка, которая заставляет воспроизводить несчастную машину А... Да, полноценный порт для малюсенького экранчика Где обычно выскакивает информация о том, сколько краски осталось и когда зажевывают бумагу Конечно, там можно еще и сканером поуправлять и ксерокопией сделать Но согласитесь, что эти экранчики уж точно были не рассчитаны на то, чтобы на них можно было играть Оно тут и видно, потому что и графен не из лучших Однако, все изменится, когда вы увидите победителя нашего парада Да, ваши глаза вам не врут Doom на калькуляторе Конечно, музыки вы не услышите, у него нету динамиков И это не стандартный калькулятор, но, блин Когда я учился в Шотландии, мы такими как раз пользовались И если бы я знал, что это возможно То мои оценки по алгебре скатились бы в никуда Хотя, конечно, вряд ли Она пипец какая медленная и управление так себе Зато это, блин, Doom на калькуляторе Можно прям в школу с собой было брать Простите, но это покруче всяких брикгеймов будет Или тамагочи В общем, спасибо вам за внимание Можете писать в комментариях про порты, о которых я не упомянул Или же предложить свою собственную тему для рубрики А бойся, накопаем что-нибудь интересного А пока, всем пока!